Вышла в свет книга о подростках из детских домов Караганды. В ней собраны истории дружбы детей с их наставниками. Подробнее расскажет Айша Усимбекова. В Караганде проект «Наставники» стартовал с 2015 года. Основная его цель – помочь детям из детских домов социализироваться. Проект запустил в продажу третью часть книги «Наставники». В ней собрано 14 историй пар детей и наставников из детских домов Караганды. Каждая история дружбы уникальна и не оставит никого равнодушным. Я думаю, эта книга для широкого круга читателей. На самом деле, всем, кому интересно вообще в целом судьбы детей и сирот у нас в городе, у нас в стране, эта книга будет интересна. Кто занимается благотворительностью. Ну, а также тем, кто воспитывает подростков. Потому что в этой книге также есть статьи психологов, которые дают рекомендации по тому, как лучше взаимодействовать с подростками. Детям, которые остались без попечения родителей, остро нуждаются во взрослом друге, который выслушает, вовремя даст совет, обсудит подростковые проблемы, подарит ощущение, что ребенок не одинок. Наставники, в свою очередь, готовят детей для взрослой и независимой жизни. Ведь часто у ребят нет простейших бытовых и коммуникативных навыков. Это дружеское общение со взрослым может кардинально изменить жизнь маленького человека. В этом проекте поначалу ты, когда туда приходишь, ты приходишь с другими мыслями. Но по мере обучения, по мере прохождения уроков, ты понимаешь, что существует параллельный мир, где нужны такие взрослые, как мы. И если ты станешь другом одному ребенку, то значит, ты не зря проживаешь эту жизнь. А Райлом является наставником больше года. Увидя Валентину, она решила, что хочет быть ей другом. А о прохождении определенного времени поняла, что появилось желание остаться в жизни этого ребенка на всю жизнь. У нее своих двое детей. Подопечная Валентина очень близилась со старшей дочерью. После знакомства у нее изменились интересы, взгляды и желания. У ребенка улучшились отметки, появилось новое хобби – рисование. Раньше, если я как-то об этом не говорила и старалась где-то скрыть, о добрых делах вообще молчат, да, каких-то. Но сейчас я считаю, что о проекте должны знать многие люди. Потому что чем больше детей обретут друзей, чем больше людей обретут товарища, друга, советника, плечо, опору, то этим детям легче будет. И мы, наверное, в лице детей можем получить не просто друзей, а родных людей. Здесь гораздо больше, чем друг. Здесь глубже. На сегодняшний день проект работает в 13 городах Казахстана, в том числе в Караганде и Тимиртау. Все вырученные средства с продажи книги будут направлены на оплату услуг репетиторов для воспитанников детских домов и домов юношества в рамках проекта «Наставники». На данный момент более 20 ребят занимаются на постоянной основе и в месяц проводятся примерно 100 занятий. «Наставником» может стать любой казахстанец старше 25 лет, прошедший отбор и обучение. Минимальное время участия в проекте – два года. В идеале это дружба на всю жизнь. Айша Усимбекова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев.